В канун Международного дня правил дорожного движения представители Алтайского духовенства и общественности вручили награду за лучшие проекты. Часовни детям, жертвам дорожно-транспортных происшествий. Первое место за часовню с голубым куполом на витых опорах досталось Владиславе Афанасейкиной, студентке Института архитектуры и дизайна. В данной часовне я использовала элементы русского зодчества, это витые колонны, которые послужили также опорами для шатра и для купола. Также я использовала закомары с келевидными завершениями. Конкурс организован благотворительным фондом имени Наташи Едыкиной, девочки, которая более 20 лет назад попала в смертельную для нее аварию. Руководитель проекта Евгений Русин уверен, что в материале часовня будет реализована уже в этом году. Мы осенью этого года уже завершим не только сами проектные работы, но и с Божьей помощью, и с помощью администрации города Барнаула, которая откликается на наши просьбы, мы установим часовню на оконечности Булгинского кладбища. Чтобы был какой-то визуальный символ того, что церковь всегда помнит о жертвах, помнит о усопших, молится о них. И вот мы решили поддержать строительство часовни, чтобы горожане, взирая на часовню, помнили. Отметим, в этом году фонду поддержки детей жертв ДТП имени Наташи Едыкиной исполняется 20 лет. Руководитель фонда «Сестра Наташи» Оксана Едыкина сегодня занимается не только поддержкой детей, пострадавших в ДТП, но и активной агитацией соблюдения правил дорожного движения среди детей и взрослых. Напомним, Международный день ПДД отмечается 14 августа. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok